здравствуйте меня зовут федор васильев и это второй урок видео курса настройка сложного шаблона лендинг page от а до я и вы должны были установить движок jumla чистый поставить на него шаблон и установить на другой домен дм и данные и так я сейчас нахожусь в джумле в чистой джумле и установил шаблон и его активировал вот вы сейчас вы видите вот он у меня фронтальная часть сайта у вас должна выглядеть примерно вот так и давайте начнем с самого верха начнем разбирать меню у нас как обычно видно кнопку home главное на моем а дэма 1 у нас идет мега меню если я навожу мышку на главную страницу у нас есть вот такие вот группы их можно сделать неограниченное число то есть видите всплывает под меню и еще можно разделить вот на группы или на колонки в левой колонке я расположил форму реки авторизации регистрации стандартного модуля jumla и стандартный модуль поиска у меня в правой части установленные демо данные я здесь немного экспериментировал давал боковые панели активировал боковые панели позже об этом поговорим у меня вот а выглядит вот так также можно подсматривать здесь вашим ваших демо данных я вам еще настоятельно рекомендую а пользоваться документации который предоставляет шаблон сейчас давайте зайдем в шаблон если вы установили русскую версию шаблоном то у вас вот так вот кнопка вот здесь вот будет документация кликайте по ней в новой вкладке откроется сайт документации скопируйте ее ссылку на эту документацию и вставьте в браузер chrome чтобы вас автоматически переводилась а страница и я вам рекомендую пользоваться а данной рекомендации откроется у вас вот такая вот страничка мы сейчас начнем изучать мега меню и вот пожалуйста в 10 инструкция для мега меню а также здесь скриншотах более детально подробно все описано и и давайте сейчас начнем делать такое мега меню давайте для начала перейдем в меню my меню сразу я переименую home на главное параметры страниц показать заголовок я отключу от шаблона которые мы с вами используем добавляются две новые вкладки в меню этот после мета данных вот такая вот мега меню параметры также здесь имеется вот такие вот иконочки и добавляется в меню еще категории то есть вот этот вот вторая вкладка от шаблона и давайте начнем разговаривать именно вот с этой вкладке что это такое enable rich snippets disable это у нас отключено по умолчанию и вот здесь у нас видно категории то есть если мы сейчас включим вот так enable это мы включаем для категории и для статей новой возможности вот в описании также здесь в переводе можно посмотреть это у нас пункт включить богатые фрагменты вот так вот перевелось и здесь в скриншотах и вот в описании показано уже даже несмотря на некорректный перевод видно что здесь подключится по смысловой нагрузке видно что мы здесь подключаем данной опции это уже для статей то есть вы сейчас можете включить то есть для конкретного пункта меню если вы будете использовать статьи например материалы в одной категории то есть пункт меню ссылается на категорию и в категории будет ряд статей и для этих статей если вы хотите активизировать вот такие дополнительные опции чтобы они были вот как здесь вы видите вот подключится вот такая вкладочка вот здесь вот будет rich snippets type выбор каких-то элементов мы это уже позже пройдем а просто мы сейчас проходим с вами меню и мы затронули этот момент потому что в меню есть такая функция вот здесь просто читаете что здесь написано здесь в принципе понятно то есть это действие вы для конкретно главный пункт меню включаете у вас мог бы там другие страницы так далее позже об этом поговорим когда будем смотреть на статьи и как раз посмотрим что это за такой вот сниппет так и возвращаемся к нашей в другой вкладке чтобы сделать мега меню и так смотрите первая иконочка видите у нас два поля есть для вставления иконок зачем их 2 здесь достаточно так неплохой набор иконочек значит первый вот это поле с иконками просто кликайте по иконке здесь встает и название иконочки она будет вставать именно вот здесь вот где видите у меня маленький домик home а первая иконка встает перед слово главное или какой-либо другой здесь название если у нас вот пункт меню поставить иконочку также будет отображаться вот здесь слева второе поле с иконкой будет отображаться после слова главное например в пункте меню здесь все понятно субтайтл это дополнительный тайтл вот весь написано группа меню ну давайте а все наглядно сделаю делать будем делать по моему демо я также здесь пишу группа меню иконочку также можно выбрать здесь домик и так вот наш домик сразу можно после посмотреть как будет иконочка просто для примера можете любую другую иконочку поставить я поставлю вот эту спускаемся в самый низ так вот этот элемент height sub item индикатор то есть скрыть некий индикатор из перевода вот я понял что это просто скрывает некий индикатор здесь вот написано да скрыть суп индикатор предметов если установлен да эта опция добавляет имя класс такой-то индикатор в пункт меню тега вы можете использовать этот класс чтобы скрыть индикатор выпадающего или сделать некоторые конкретные стили для этого пункта меню это полезно например если этот пункт меню родитель модули поиска и вы не хотите чтобы показать индикатор в общем сами смотрите скрыть индикатор этот или нет я оставлю как есть и так вот этот параметр ставим yes и у нас открывается новые возможности смотрите первый это ширина всей всплывающие вот это вот группы меню то есть смотреть вот навожу вот эта часть ширина я делал как в описании то есть я тоже поставил 600 пикселей мне нужно две колонки то есть видите группа 1 будем считать это одна колонка группа 2 колор колонка номер 2 соответственно вот это второе поле вы выбираете сколько вы хотите здесь иметь колонок я ставлю 2 так и ниже это значит ширина каждой колонки основы строки нужно писать то есть например а также как в демо делают 300 то есть 300 пикселей это ширина 1 левой колонки и снова строки также ставлю 300 это ширина будет 2 колонки все тут принципе просто на этом вот здесь настройки заканчиваются для главной страницы мы с вами нажимаем кнопку сохранить и закрыть и смотрите из демо если я навожу на главное вот это групп 1 групп 2 это пункт меню внешняя ссылка сейчас мы должны создать вот две две ссылки пункта меню чтобы главная для них было родителям и так мы нажимаем на кнопку создать называйте как хотите а видеть этот под заголовок то есть у меня там написано группа 1 можно также написать здесь группа 1 убираем пункт меню выбрать системные ссылки внешний уровень и просто можете адрес своего сайта сюда вставить и самое главное здесь нужно выбрать родителя вот здесь в правой части сайта родительский элемент вы выбираете главное сохранить и создать нажимаем на кнопку теперь мы пишем группа 2 аналогичные действия производим и также родительский элемент главное кликаем сохранить и закрыть смотрим в демо для первой группы мы размещаем модуль входа для второй группы поиск давайте сначала зайдем менеджер модулей и посмотрим вот логин форм у нас активирован но у нас нет поиска кликаем на кнопку создать и ищем стандартный модуль поиска вот он кликаем по нему называем поиск заголовок можете скрыть позиция оставим позиция 7 нам здесь это не важно в общем можете сразу произвести настройки которые вам здесь важны я нажимаю сохранить и закрыть и возвращаюсь в майн меню теперь мы создаем еще одно меню для группы 1 также внешний урал но привяжем к нему модуль входа нажимаем на кнопку создать родительский элемент сразу выбираем группа 1 какой-то даем заголовок выбираем системные ссылки также внешний уровень можно выбрать вставляем сюда наш адрес я свой вы свой и теперь самое важное мы должны сейчас назначить данный модуль входа так чтобы выглядело у нас как вот здесь на демо вход до переходим вот на эту третью вкладку мега меню также сразу можете выбрать какую-нибудь иконочку для подобающую для входа можно взять такой замочек прокручиваем страницу ниже и у нас тут интересующие две вкладки модули если мы кликнем по ней открываются еще новые параметры и модуль позиции выбираем модуль из и вот этот вот пункт дисплей тайтл линк ес но это показать название модуля то есть когда мы создавали модуль вот выбираем здесь логин форм по умолчанию нас там логин форм да то есть при создании модуля вы должны это знать а то вот здесь показать его заголовок или нет оставьте показать будет показан значит первым мы размещаем модуль авторизации вот здесь вот выбирайте наш модуль и заметьте смотрите здесь можно выбрать а несколько модулей как вот все которые модули у вас будут активированы они у вас здесь списке все появятся имейте ввиду что здесь можно размещать а какие угодно модули и заглядывая вперед вот если взять модульные позиции то в списке уже нам предоставляют выбрать модульную позицию то есть которые есть у нас в наличии например у нас есть в модульной позиции статус 10 модулей подготовленных включенных различные происхождения если нам нужно отобразить сразу серию модулей для какого-то меню то вы имеете ввиду вы размещаете модули которые вам нужны размещаете их в одну и ту же позицию а вот здесь выбираете только лишь позицию и все эти модули имеющие данную позицию модуля они будут отображаться в пункте меню вот имейте это ввиду так оставляем вот здесь а логин форм и нажимаем сохранить переходим на главную обновляем страницу и видим иконочка слева и справа как я говорил и про наведение смотрите вот пожалуйста наш логин форм все у нас тут есть все хорошо вот он вот этот заголовок отображать логин форм да нет если у нас уже есть вот здесь вот вход то в принципе вот этот логин формы можем скрыть вот здесь давайте посмотрим обновляю страницу я извиняюсь произошла ошибочка вот это строка она скрывает не заголовок а модуля она скрывает вот этот заголовок пункта меню то есть если вы здесь выберете нет нажмете сохранить то исчезнет вот 10 вход вместе с иконочкой то есть если вы хотите его оставить то переходите просто в менеджер модулей давайте быстренько это произведем здесь оставляем заголовок вот этот вход давайте обновимся убедимся что действительно он отображается вот появился видите вход и замочек и быстренько сейчас с вами пробежимся в модуль логин форм и здесь вот смотрите скроем заголовок сохранить и закрыть обновляем страницу и у нас видите красиво теперь все скрылась вот этот английское слово логин форм и теперь красивое слово вход все у нас тут замечательно нам осталось разместить модуль поиска вот здесь также давайте сразу вам рекомендую если вы не отключили в модуле отключить поиск заголовок да у меня отключен идем обратно майн меню и аналогичным сейчас способом мы создаем внешний урал для модуля поиска выбираем значит ссылки внешний урал родители у него группа 2 здесь пишем поиск переходим вот на эту третью вкладку мега меню также можно задать ему иконочку выбираем модули и вот здесь от выпадающем списке выбираем наш поиск и сохранить обновляем страницу и вуаля у нас с вами прекрасно здесь стал модуль поиска и хочу вам сказать что для любого меню какой бы вы здесь вот здесь дальше не создали пункты меню вы можете задать потрясающие всевозможные группы всевозможными модулями как вы только хотите это видеть это очень очень классно проработанная мега меню с широкими возможностями очень классный шаблон на этом данный урок о мега меню у нас подошел концу я рассказал все возможности здесь вот мега меню а в следующем уроке мы с вами продолжим разбираться с меню но уже поговорим о настройках какие есть какие шаблон данный предоставляет настройки для меню здесь достаточно тоже много настроек можно вывести вот смотрите видите вот тут на демо сбоку такая иконочка при нажатии на нее вот так вот сбоку вылезает меню по крестику закрывается и как видите можно иметь вот такое меню горизонтальное и одновременно иметь еще вот такую вот сбоку иконочку всем же самом меню вот следующем уроке мы поговорим вот о настройках меню какие у нас еще есть возможности увидимся в следующем уроке